С какой целью компании затевают реорганизацию? Какие нюансы нужно учесть при реорганизации ООО путем присоединения? Сегодня мы поговорим о реорганизации компании в форме присоединения. Схематично реорганизацию компании в форме присоединения можно представить там. ООО гамма плюс ООО омега получается ООО омега. Как мы видим, в результате реорганизации в форме присоединения ООО гамма прекращает свою деятельность, а новое юридическое лицо в процессе присоединения не образуется. В результате присоединения одно или несколько ООО прекращает свою деятельность, а их права и обязанности переходят к другому ООО на основании универсального правоприемства. Суть такой реорганизации – это прекращение деятельности присоединяемых компаний с передачи всех прав и обязанностей к ООО, к которому осуществляется присоединение. В налоговом законодательстве для реорганизации ООО путем присоединения действует специальное правило. Если реорганизуемая компания не оплатила, либо не смогла оплатить налоги, либо сборы до своей реорганизации, то эта обязанность исполняется ее правоприемником. Если у реорганизуемой компании имелись долги по налогам, то они никуда не исчезают, а переходят к правоприемнику. В нашей компании оказывается помощь по всем видам реорганизации. Специалисты Роскоп проконсультируют по всем правовым вопросам и возьмут на себя рутинную работу. При присоединении есть и положительные моменты в части экономии налога. Так компания-правоприемник имеет право покрывать убытки прошлых периодов присоединившихся компаний. Для того, чтобы покрыть убытки прошлых периодов присоединившихся компаний, у них должны быть в наличии первичные учетные документы, подтверждающие размер понесенного убытка. Налоговики вправе в полном объеме проверить обоснованность заявленных расходов, несмотря на то, что они понесены в более ранних периодах, не охваченных выездной налоговой проверкой. Помимо налогов, при реорганизации в форме присоединения Омега получает права прежних компаний на собственность, на дебиторскую задолженность и прочие активы. Омега также получает их обязательства по договорам с контрагентами и перед государственными органами. Кроме того, Омега может стать участником арбитражных споров, если реорганизуемые компании ввели до проведения реорганизации судебные тяжбы. Кратко обозначим этапы, которые необходимо пройти компании при реорганизации в форме присоединения. Первый этап – принятие решения о реорганизации путем присоединения. На этом этапе компании, участвующие в реорганизации, заключают договор о присоединении. В последствии, каждая реорганизуемая компания должна утвердить этот договор на общем собрании учредителей. Также на этом этапе необходимо провести инвентаризацию имущества и обязательств. То есть должна быть проведена неформальная инвентаризация всего, что нажито непосильным трудом. Помимо этого, проверяется наличие необходимых документов к договорам с контрагентами. Важно помнить, с 2019 года отменена обязательность сверки расчетов с налоговой при реорганизации. Тем не менее, ее целесообразно провести. Это позволит избежать возможных разногласий с налоговыми в будущем. Второй этап – извещение налоговиков о начале процедуры реорганизации. Это нужно сделать в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации. Налоговики вносят в EGRL запись о том, что компания находится в процессе реорганизации. На третьем этапе необходимо уведомить кредиторов и опубликовать сообщение о реорганизации путем присоединения в журнале «Вестник государственной регистрации». Сообщение размещается дважды с периодичностью один раз в месяц. В сообщении о реорганизации указываются сведения о каждой участвующей в реорганизации компании. В форме реорганизации описываются порядок и условия заявления кредиторами своих требований, а также иные сведения. Четвертый этап – сбор пакета документов для налоговой инспекции. Документы, связанные с завершением реорганизации, могут быть предоставлены в регистрирующий орган после 30 дней с даты второго опубликования сообщения о реорганизации компании в журнале «Вестник государственной регистрации», а также по истечении трех месяцев после внесения в EGRL записи о начале процедуры реорганизации. При присоединении документы подаются в налоговую инспекцию по месту нахождения организации, в которой происходит присоединение. На шестой рабочий день заявитель должен получить ли записи в EGRL о том, что присоединяемое ООО ликвидировано. Пятый этап – внесение изменений в учредительные документы общества правоприемника. В результате присоединения происходит увеличение уставного капитала основного общества, а также увеличение количества участников за счет участников присоединяемого ООО. Данные изменения также необходимо зарегистрировать в налоговой. Регистрация занимает пять рабочих дней. Проведение реорганизации в форме присоединения позволит компании оптимизировать структуру управления, упростить схему финансовых потоков, сократить документооборот, покрыть текущие убытки. Остались вопросы? Пишите нам в комментариях под этим видео. И не забудьте подписаться на наш канал. Будь в курсе, будь с Роско!